Всем огромный привет! Меня зовут Оля, вы на моем канале. Это канал обо всем на свете и в том числе о моем любимом хобби, о вязании. В этом видео я расскажу о том, как я вязала вот этот свитерок. На него было очень много запросов, очень много спрашивали. И я вам обещала снять это видео, и вот я снимаю. Для начала, перед тем, как мы приступим непосредственно к описанию, я хотела вам рассказать, почему так много времени у меня ушло на создание этого видео. Дело в том, что я не могла определиться с форматом, в каком формате мне вам рассказывать об этом свитере. Я сначала думала записывать что-то вроде мастер-класса, то есть вместе с вами вязать этот свитер. Но дело в том, что технические возможности у меня пока не позволяют этого сделать. И то, что у меня получалось, меня не устраивало. Потом я решила, что возможно я как-то частями буду снимать. То есть сначала свяжу рукав, потом тело, потом покажу, как я соединяю, потом еще что-то. Ну, в общем, тоже этот формат у меня не зашел, потому что не получалось у меня достаточно хорошо, чтобы мне это нравилось. В итоге я пришла к мысли, что в принципе мой канал не является обучающим, то есть я никого не учу вязать. Я с вами делюсь информацией о том, что из какой пряжи у меня получается, о самой пряже рассказываю, о каких-то моих открытиях, о каких-то моих нововведениях, типа там коробочек, о том, какие вещи у меня из какой пряжи получаются, как мы их носим. Ну, в общем, это больше такой рассказ о моем личном рукоделии, о моем развитии в этом огромном мире вязания. Поэтому мастер-классов как таковых на канале, я думаю, что не будет. А что же будет? Я вам буду рассказывать, с вами делиться буду информацией, и это, наверное, больше даже будет похоже на описание того, как я вяжу ту или иную вещь, а конкретно в этом видео я расскажу про свитер. То есть я вам расскажу, сколько петель я набираю, где какие прибавки, убавки я делаю, сколько рядов я вяжу, там, да, определенных убавок, прибавок и так далее. Но конкретно вот как набрать петли, как сделать эту убавку, там, как что-то провязать, как сделать подрезы, как вот это я, как закрывать петли. Об этом я подробно рассказывать не буду, но под видео я вам оставлю обязательно ссылки на те видео уроки, по которым училась я сама. Максимальное количество видео уроков, где вы сможете понять, что такое реглан, что такое убавки-прибавки, как вывязать разный вырез. Ну, в общем, максимальную информацию я постараюсь вам собирать под видео, не только об этом свитере, а других моих изделиях, которые вас заинтересуют, или о которых я захочу снять такое, в таком формате видео. И также я буду оставлять небольшое описание на изделие с такими основными расчетами, сколько петель набираю, через сколько что убавляю-прибавляю. Вот, чтобы вы могли, не пересматривая видео, если вы достаточно опытная вязальщица, посмотреть, набрать и связать изделие, о котором я вам говорю, чтобы постоянно не нужно было открывать видео, перелистывать на нужный момент. Я надеюсь, что в таком формате вам видео понравится. Надеюсь, это видео не будет, знаете, как первый блинкомом, но все-таки, если у вас возникнут какие-то вопросы, рекомендации, пожелания, пожалуйста, оставляйте в комментариях. Я постараюсь все это учесть уже в будущих моих выпусках. Ну, а сейчас давайте приступим. Итак, приступим. Для того, чтобы связать вот такой свитер, который вы видели на фотографии, на мне, вам понадобится пряжа Brush TALPAKA Silk от Drops 5-6 моточков. Почему я так говорю? Все зависит от длины вашего изделия. Если вы хотите где-то до чуть выше середины бедра, то вам, возможно, хватит и 5 моточков. Если вы хотите пониже связать, пошире, то 6 моточков. Я вязала на размер 46-48, у меня ушло 5,5 мотков. Итак, свитерок. Что вам понадобится? Вам понадобятся спицы круговые. Вот они у меня уже. Тут одни заняты. Одни на 3,5 мм и одни на 4 мм. Круговые обязательно, потому что мы вяжем регланом снизу. И лучше всего брать леску где-то на сантиметров 60, ну и 40 тоже, в принципе, подойдет. Потом вам понадобятся маркирочки, побольше, чем у меня здесь. Просто у меня все остальные заняты. Вот. Спицы для вывязывания рукавов. Но если у вас нет таких маленьких, кругленьких, то вы можете пользоваться чулочными спицами. Вот. Ну, еще крючок понадобится для закрытия петель. Кто-то закрывает спицами, в принципе, но я люблю крючком. Итак, давайте начнем. Начинаем мы вязать снизу. Соответственно, я набирала на размер 46-48 180 петель. И вязала... А, я набирала 180 петель на спице 3,5 мм. И вязала 5 рядов резинкой 2х2. Так. То есть первый ряд провязываем, закрываем в круг вязание. И вяжем резиночкой 2х2 5 рядов. Дальше переходим на спицы номер 4,5. Ну, я так переходила, да. И вяжу дальше тело свитера. В зависимости от того, какой длины вам нужно тело, вы, собственно, столько сантиметров и вяжете. У меня свитер до середины бедра. И я вязала 39 см. Вот здесь. То есть резинка плюс тело 39 см. Учитывайте, что пряжа после стирки тянется. И она растянется где-то сантиметра на 2. Точно. Вот. Вяжете лицевой гладью. Ничего я не прибавляла, не убавляла. Просто вяжу лицевой гладью те же 180 петель. Довязала до того момента, где нужно будут присоединять рукава. И отложила. В такой момент, когда вы соединяете вязание в круг, вы обязательно маркирочек крепите, чтобы знать, где ваше вязание начинается. Значит, маркирочек у меня обычно со стороны рукава. Вот, остается. Так, довязали тело свитера. Отложили. Дальше вяжем рукава. На рукава я набирала, на чулочные спицы я набирала изначально, потому что на этих не очень удобно. На чулочные как-то мне полегче было набирать. Набирала я 40 петель. Провязывала резинкой 2 на 2. Опять же, 5 рядов. Потом я переходила уже на вот такие круговые спицы. И вязала 20 петель до первого прибавления. Вот здесь у нас маркирок тоже, кстати, висит, да, где соединили вязание. Набираем, ой, вяжем 20 рядов. И в 21-м ряду делаем прибавку. 2 петли мы прибавляем. И дальше у меня идет через каждые 10 рядов прибавки по 2 петли. Всего у меня получилось 10 прибавок. И после 10 прибавки я провязала еще 20 петель. И все, рукав у меня оказался довязанным. Всего рукав по длине сейчас 44 см. Но когда я вязала, у меня было 42. То есть после стирки рукавчик немножко потянулся. В принципе, если вы хотите, чтобы у вас от резинки сразу пошли прибавления, вы можете после резинки вот здесь начать делать прибавки. То есть в 6-м ряду, там через каждые 5 петель, через сколько-то, да, сделать прибавки, чтобы у вас рукавчик сразу расширился. Ну, я в принципе не хотела такой широкий рукав. Вот, я знала, что пряжа потянется после стирки. Вот. Так что я прибавки начала делать только после 20 петель от резинки. Так, все, вывязали рукав, вывязали тело, теперь присоединяем. Как я присоединяю? Соответственно, вам вязание нужно разделить на 2, да, чтобы у вас и спереди, и со спинки было одинаковое количество петель. У нас было 180 петель, 180 на 2, это 90. То есть у нас и спереди, и сзади 90 петель. Разделили и присоединяем рукавчики. На подрезы я оставляю 6 петель. Ну, мне как бы достаточно. И со стороны тела, со стороны рукава оставляю 6 петель. Присоединяю рукавчики и начинаем вязать дальше. Значит, когда нужно вывязывать горловину. Здесь я начала вывязывать где-то через 5 рядов. То есть я провязала 5 рядов по кругу с убавлениями регланными. Вот, и потом разделила то, что у меня здесь получилось, сколько петель пополам, да. Вот, поставила здесь маркирочек. И вот, например, у меня отсюда пришло вязание. И я начала вывязывать горловину. Я связала 2 петли вместе. Обратно. Сделала убавки, если они нужны, здесь по реглану. Сюда приехала, тоже убавила 2 петли. Ну, то есть, как не 2 петли, а 1 петлю убавила. То есть 2 провязала вместе. Поехала обратно. В общем, в каждом ряду я убавляла по петле. Ширина выреза горловины зависит от того, как вы делаете убавки. Если вы делаете в каждом ряду, у вас будет более такой, скажем, широкий вырез. То есть, да, если вы делаете убавки через ряд, у вас будет он более остреньким таким. Вот, я делала в каждом ряду, но я уже вязала свитера, где вырез был там, так скажем, не очень глубокий и такой широкий, а такой поуже, поострее, вот, и не такой глубокий. То есть, здесь я делала убавки в каждом ряду. Убавка, 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 убавка. Вот, и одновременно вывязываю реглан. Значит, когда я заканчиваю вязать, заканчиваю вязать, когда у меня заканчиваются петли на теле, да, вот, петли на теле закончили, соединили с регланной линией, все, я вывязала, вот, вот он вырез, вывязала, все, закрыла петли. Закрыла, закрыла, закрыла крючком. Обычно закрываю петли, никакой не, там, эластичным видом, никаким. Просто закрываю петли, как обычно. И потом, для вывязывания V-образного выреза, я вот здесь, на этой галочке, поднимаю из каждой петли, петельку, из каждой петли я поднимаю. Я вам покажу, как я это делаю, по видео, которое будет снизу. А то, что касается спинки, здесь я петли поднимаю из каждой второй петли, дабы вязание не было очень стянутым, вот. Все, поднимаю, поднимаю, потом вывязываю вот эту вот горловину. Вот, я не буду подробно останавливаться, как я это делаю, будет все в видео понятно вам и ясно. И вот здесь я провязывала уже 7 рядов, просто я примеряла на себя, и смотрела, насколько глубокий вырез мне нужен. И здесь вот 7 рядов мне показалось достаточным. Вот, после этого я тоже закрыла петли обычным способом, не эластичным, потому что сама пряжа, она не эластичная, не пружинистая. И, скажем так, резиночку хочется сделать более стянутую, чтобы она не была такой расхлябанной, слабой. Вот, поэтому здесь я закрывала обычным способом, как, в общем-то, обычно мы закрываем петли. Я вам тоже этот способ поставлю, если найду. Вот, так что, вот таким вот способом я вязала этот свитер. Он достаточно простой, ничего сложного здесь нет. Вот я вяжу второй свитер. Вот, я уже провязала практически тело. Еще чуть-чуть не осталось, и можно будет рукавчики вязать. Вот, видите, маркирочек. Здесь будет присоединяться первый рукав. Вот, так что, вот такой свитер получается нежненький. Спасибо всем за просмотр. Оставляйте ваши комментарии, ваши вопросы под видео. На все вопросы и комментарии я обязательно отвечу. И всех целую. Всем пока.